Прямая линия с президентом, состоявшаяся сегодня, стала 12-й по счету с 2001 года. Общение президента с народом длилось почти 4 часа. Большинство вопросов, ожидаемо, было связано с ситуацией на Украине и присоединением Крыма к России. В ходе прямой линии с гражданами России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности ввода контингента российских войск в восточную часть Украины. Он надеется, что это не потребуется. Кроме того, Путин дал Украине месяц на оплату долга за газ. В России по состоянию на 1 апреля уничтожено 79% от общего объема собственных запасов химического оружия. Завершить процесс утилизации Россия намерена к концу 2015 года. Об этом на прошедшем в Москве заседании комиссии по государственному химическому разоружению сообщил ее председатель, полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич. АФ-банк оказался следующим в списке банков, лишенных лицензий и попавших под прицел Центробанка в его борьбе по зачистке банковского сектора от недобросовестных игроков. Частичное обрушение стены аварийного дома по улице Героя Самочкина произошло в Ленинском районе Нижнего Новгорода 15 апреля. Местные жители говорят, что причиной обрушения стал подмыв фундамент источными водами. Дом круглосуточно охраняет полиция, чтобы не допустить мародерства. Без крыши над головой в общей сложности остались 180 человек.